Привет любителям животных, на моем канале я уже рассказывал несколько историй, в которых животные в беде зависят от помощи людей. Как, например, у оленя, у которого застряла стрела в голове. Если вы еще не видели видео, вы можете посмотреть его после этого ролика, я оставил ссылку в карточке информации. Сегодня мы хотим изменить ситуацию и рассмотреть уникальную историю человека, который полагался на помощь дикого животного и не выжил бы без этого. Не забудьте поставить лайк под видео, подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить новые истории о животных. В 2008 году молодой человек только что закончил университет и жаждал увидеть больше мира. Поэтому он решил отправиться в большое путешествие. Он предпочел путешествовать в одиночестве и наблюдать за повседневной жизнью разных людей в разных частях мира. Он не путешествовал поездом или самолетом, а предпочел внедорожник, который ему подарил отец. У него было много лошадиных сил под капотом, и поэтому он любил быстро ездить и толкать машину до пределов. Однажды он ехал по сельской дороге через лес. На дороге не было души вокруг, и он наслаждался красивым пейзажем. Он ехал очень быстро и слушал громкую музыку. Позже, когда начался дождь, он просто усилил громкость музыки. Вскоре пошел ливень, дороги стали очень скользкими. Но молодой человек даже не думал замедлиться. Несмотря на погоду, дорогой водитель был все еще мастером на поворотах. Но тут случилось. Перед ним перебегал олень. Человек внезапно резко повернул руль вправо, чтобы избежать столкновения. Но он съехал с дороги и врезался в дерево с высокой скоростью. Человек тут же потерял сознание. Когда он очнулся, он внезапно обнаружил себя в постели и не знал, где находится. Но из-за окружающего пространства он быстро понял, что это не мог быть госпиталь, а скорее простой дом в деревне. В комнате была только кровать, деревянный стол и печь. Наконец, в комнату вошел пожилой мужчина. Улыбнувшись, он увидел, что человек в постели открыл глаза. Он спросил человека в постели, как у него дела, и приготовил ему чай. Он также спросил, что он знает о своей аварии. Путешественник не мог вспомнить, что произошло после столкновения с деревом, не говоря уже о том, как он попал в этот дом. Тогда пожилой мужчина начал рассказывать, как все произошло. Он начал не в настоящем 2008 году, а два года назад, в 2006 году. Хозяин дома, который помог человеку, оказался лесником, который долгое время жил в этом районе и хорошо знал лес. Однажды, прогуливаясь, он услышал шум за кустами. Подойдя ближе, он увидел ужасающий вид. Там лежала взрослая медведица, мертвая на земле. У нее были травмы, предположительно от выстрелов браконьеров. Она смогла избежать их, но, к несчастью, ни смерти. Но если это было бы недостаточно плохо, рядом с ней был медвежонок, который, по-видимому, пытался разбудить свою мать. Этот вид разбил сердце лесника, и он решил принести медвежонка к себе домой. Вместе с женой он решил заботиться о малыше и затем обдумать, что с ним делать. Медвежонок медленно рос, и пара до сих пор не была уверена, как поступить. Так что медвежонок продолжал жить с парой. Позже он вырос в большое животное и свободно бродил по лесу. Но каждый раз, когда он выходил, он возвращался домой. Ему не хотелось спать где-то в дикой природе. Он также был очень дружелюбен, когда к паре приходили гости, и никогда не представлял опасности для них. В тот день, когда пострадал человек, медведь гулял в лесу. Услышав громкий шум, он стал любопытствовать и побежал в сторону источника звука. Увидев человека, лежащего на земле, медведь приблизился и помахал ему. Заметив, что человек без сознания и срочно нуждается в помощи, медведь решил помочь ему. Он осторожно схватил одежду человека в зубах и осторожно потащил его к дому пары. Лесник уже волновался в тот день, потому что медведь уже долго был в пути. Наконец он увидел своего волосатого друга на горизонте и понял вдали, что он тащит что-то очень крупное. Сначала он верил, что медведь убил большое животное, такое как олень, и теперь привозит его домой. Лесник тогда побежал к своему медведю, чтобы посмотреть, что именно он держит во рту. Ему, должно быть, было очень шокировано, когда он понял, что это на самом деле было. Сначала его очень беспокоило, что медведь убил этого человека. Но когда он внимательно рассмотрел раненого человека, он увидел, что у него нет укусов или царапин, которые могли бы быть вызваны медведем. Он отнес человека к себе домой, положил его на кровать и заботился о его ранах. Через несколько дней, переживая, выживет ли человек после своей аварии, он, наконец, открыл глаза. Тогда лесник рассказал ему всю невероятную историю. Сначала пострадавший человек не мог поверить, что медведь из всех спас его жизнь там. Но тогда лесник попросил его посмотреть вниз рядом с его больничной койкой. Человек испугался, когда он увидел огромного медведя прямо рядом с его кроватью. Он лежал на земле и не оставлял человека, которого он спас. Наконец, спустя около двух недель, человек полностью выздоровел, и медведь вел себя к нему так, будто он его хозяин. Ему даже разрешали гладить его. Прощание было трудным, когда человек решил вернуться домой. Но в течение последующего времени человек продолжал возвращаться, чтобы посещать своего спасителя. Медведь спас путешественника, так же, как и его хозяина спас его. Он держал глаза на человеке и лежал на земле рядом с ним, защищая его, пока он не выздоровел снова. Невероятная история, не так ли? Какие у вас мысли по поводу видео? Хотели бы вы отправиться в путешествие вокруг света, как человек в видео, или вы уже это сделали? Дайте мне знать в комментариях и отправьте видео кому-то, кто так же увлечен животными, как я. Спасибо за просмотр!